В эфире новости губернии. В студии Анастасия Зубарева. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Портфелю негде упасть, в каких районах Самары и области школы переполнены и как на федеральном уровне решается вопрос о строительстве новых учреждений. 40-летняя история незаконной свалки в Рождествено подходит к концу. Но куда теперь людям выбрасывать мусор и сливать нечистоты? Гарантия 5 лет. Качество на контроле у общественников. В Самаре полным ходом идет комплексный ремонт заводского шоссе в рамках нацпроекта. Что сделано, а что в планах, расскажем. Торгово-промышленные палаты Самарской области и Словении подписали соглашение о сотрудничестве. За последние годы отмечается рост товарооборота между регионом и республикой. Если в 2015 году объем внешней торговли составлял 11,9 миллионов долларов, то по итогам 2018 года показатель составил уже 14,6 миллионов. Визит в Словению Самарской делегации в главе с губернатором позволит выявить дополнительные резервы для совместного двустороннего развития. Цель – укреплять связи, поставил президент России. Задачи сформированы в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». В ходе поездки особое внимание уделяется вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, высоких технологий и других перспективных направлениях. Расширение сотрудничества позволит создать новые рабочие места в регионе, увеличить налоговые поступления в бюджет. Предприятия Самарской области, торгово-промышленная палата Самарской области, как и я прочувствовал, торгово-промышленная палата Словения, нацелены именно на такое взаимовыгодное результативное партнерство. Надеюсь, сможем реализовать этот потенциал, который мы безусловно ощущаем, и здесь, пребывая в Республике Словения, тем более. Мы видели его заочно, но побывав здесь, побывав на предприятии, познакомившись с бизнесменами, с подходами выстраивания международного сотрудничества, понимаем, что этот потенциал поистине огромный. Делегация уже посетила ряд компаний, их руководство заинтересовалось возможностями Самарской области. В частности, это технопарки, особая экономическая зона и две территории, опережающие социально-экономическое развитие в Тольятти и Чапаевске. Кроме того, предприятие «Искры Тел», специализирующееся на разработке коммуникационных решений и готовых продуктов в сфере IT, возможно, будет закупать комплектующие для своей продукции у самарцев. Есть потенциал сотрудничества и в сфере образования. Как отметил Дмитрий Азаров, мы заинтересованы как в том, чтобы студенты из разных стран приезжали на обучение к нам, так и в том, чтобы и наши студенты могли получать практический опыт на инновационных предприятиях Европы и мира. Самарская область – лидер в сфере государственно-частного партнерства. Об этом стало известно на шестом инфраструктурном конгрессе российской недели ГЧП. По данному направлению, 63-й регион набрал 90 баллов. Это направление губерния активно развивает вот уже около шести лет. Только в прошлом году в Самарской области было введено семь объектов с использованием механизмов ГЧП стоимостью почти 5 миллиардов рублей. Создано более тысячи рабочих мест. О том, что останавливаться на достигнутом нельзя, в своем послании говорил губернатор Дмитрий Азаров. Нами принята концепция наследия Чемпионата мира по футболу, в соответствии с которой около стадиона Самара планируется построить ряд новых объектов, в том числе инклюзивный игровой парк, дворец пляжных видов спорта. Очень важно, что объем частных инвестиций в объект составит дворец пляжных видов спорта около 300 миллионов рублей. Рассчитываю, что полностью поддержка проекта будет оказана и он будет реализован. Министерство социального блока нужно и далее развивать государственно-частное партнерство в социальной сфере. Здесь опыт у нас накоплен значительный. Средства инвесторов привлекают и на строительство объектов здравоохранения, благодаря чему у жителей региона есть возможность получить новые медицинские услуги. Так, в 2018 году начал работу многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», где лечат бесплодие и проводят интенсивную терапию для новорожденных. Был открыт ПЭТ-центр, а на территории горбольницы номер 10 появились диагностические и идеализные центры. Важно, что во всех учреждениях здравоохранения жители области могут получить услуги, в том числе по полюсу ОМС. На данный момент в области находится 81 проект, реализация которых будет осуществляться с использованием механизма ГЧП. Уже введены в эксплуатацию 13 объектов. Было инвестировано более 6 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе активно развивается муниципально-частное партнерство. На стадии реализации 21 проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания населения. Два новых резидента появились на территории опережающего развития Тольятти. Соответствующее соглашение региональная Минэкономразвития подписала с двумя компаниями. Одна из них займется производством кабельно-проводниковой продукции. Другая – строительством установки по производству серной кислоты. Инвесторы готовы вложить не менее 8 миллиардов рублей и создать более 400 новых рабочих мест. В общей сумме все 47 резидентов Торт-Альятти заявили больше 18 миллиардов рублей инвестиций. Количество новых рабочих мест составит более 5000. Мы очень рады, что инвесторы распробовали сервис, связанный с ТАССР, понимают выгоду, понимают инвестиционную привлекательность, потому что мало предоставляют льготы, важно сопровождать проекты, важно работать с площадками, важно слышать инвестора. И в этом плане мы понимаем, что с каждым новым инвестором доверие бизнеса возрастает. Это отправная точка инвестиционного проекта по организации производства оливума и серной кислоты в Самарской области. Это привлечение очень больших инвестиций, государственных инвестиций, это большой портфель инвестиционный. Из съемных квартир наконец-то в свои переезжают дольщики коттеджного поселка Дубрава. Новоселье они ждали больше 10 лет. За это время их обманули дважды. Сначала первая компания-застройщик объявила себя банкротом. То же самое спустя время сделала и вторая. Многие уже и не верили в счастливый финал. Ситуация изменилась после вмешательства губернатора. Он вопрос дольщиков взял под особый контроль. О том, как получилось решить проблему и как опыт региона оценили в Совете Федерации наш материал. 12 лет ожиданий и Юлия с сыном спокойно идут в свою квартиру. Сейчас женщина уже не обращает внимания на камеру. Опыт общения с журналистами большой. В эту новостройку Юля переехала полтора месяца назад. Мебель расставили быстро, так как уже давно определились, в какой обстановке хотят жить. Сделали ремонт, переехали, ощущение до последнего не верилось. Ай, сейчас заплачу. До последнего не верилось, не верится, наверное, до сих пор вообще, что вот стены свои имеем 12 лет спустя. Эта история и на самом деле началась 12 лет назад. Семья продала квартиру, вложила деньги в коттеджный поселок Дубрава. Этому проекту дольщики нарадоваться не могли. Часто приезжали, смотрели, как растут дома. Мечтали об европейских лужайках. Но в 2009-м застройщик Самаргорстрой объявил себя банкротом. В 2013-м на площадку пришла уже новая компания «Солнечная долина». Правда, светлое будущее брежело недолго. Повтор истории, увеличение количества дольщиков, два уголовных дела и общий ущерб. Почти 750 миллионов рублей. Дубрава – один из самых проблемных объектов в регионе. Первый диалог с руководителем области состоялся в ноябре 2017-го года. Тогда совещание с представителями всех сложных долевок шло 9,5 часов. Затем череда встреч. К решению вопроса Дубравы Дмитрию Азарову удалось привлечь одного из самых известных застройщиков. Все условия были оговорены быстро, оформлены и документально. Людей разделили на три группы. Первая получила квартиры в начале года. Следующие должны переехать в сентябре. Мы решили проблемы полутора тысяч обманутых дольщиков, ну чуть больше. В этом году еще там 8 объектов идет, это не менее 800 обманутых дольщиков. Но, к сожалению, тема остается актуальной. Остались самые тяжелые, самые финансово емкие вопросы, проблемные объекты. Конечно, мы рассчитываем, что и здесь помощь на федеральном уровне регионам будет какая-то оказана. Совет Федерации поддержал все просьбы и инициативы Самарской области. За итоговый протокол сенаторы проголосовали единогласно. Такое бывает редко. О чем просили, то и получим. Действительно, очень хорошо подготовлен и анализ строительной базы, в целом строительного комплекса в Самарской области. А самое главное, были даны точки роста, перспективы развития строительного комплекса, решения жилищной проблемы граждан, жителей Самарской области. Очень много новых, таких свежих, интересных идей. Мы надеемся, что будем и дальше сотрудничать эффективно. 22 мая протокол решения в Совете Федерации оформят документально и уже направят в правительство России. Как подчеркнул Дмитрий Азаров, проблемы дольщиков решать будут до победного. Мы очень надеемся, что все дольщики Самарской области обманутые получат квартиры. И вообще вот это словосочетание обманутых дольщики просто исчезнет. Из русского языка, из российского. По инициативе президента России подобной формы сотрудничества с застройщиками больше не будет. Уже утвержден план банковского проектного финансирования стройки. В этом варианте риски будут брать на себя не граждане, а профессиональные участники рынка. Ольга Павловская, Алексей Гриднев, Новости губернии. Практически каждый пятый житель Самарской области ученик или студент. Образование в регионе сегодня получает свыше 650 тысяч юношей и девушек. После демографической ямы 90-х рождаемость в губернии идет в рост, а соответственно появляется потребность в дополнительных школах и детских садах. В некоторых районах Самары и области наблюдается дефицит учреждений. Ситуацию обсудили в Москве на заседании комитета Совета Федерации по образованию в рамках Дни Самарской области. Какие решения принято, знает Георгий Федоров. Школа номер 7 в Крутых Ключах рассчитана на 1360 учеников. По факту же здесь занимаются в два раза больше. Только первых классов в учреждении 18. Педагоги подсчитали, в сентябре в школу придут еще около 650 малышей. Количество учащихся в три раза превысит вместимость школы. Учреждение уже работает в две смены, но с учетом прибавления не исключено, что придется вводить и третью. Учителя, как и родители, убеждены, еще одна школа нужна микрорайону как воздух. Зная, что с каждым годом из детского сада будет выходить все больше и больше детей, конечно, школа необходима. Это острая необходимость в новой школе. Тогда наша школа разгрузится, и, может быть, мы будем работать в одну смену и воплотим нашу идею, мы хотим создать в нашей школе центр дополнительного образования. Непростая ситуация сейчас и в Новосемейкино. В 2017 году одну из школ поселка закрыли. При планировании ремонта выяснилось, что фундамент и перекрытие здания находятся в состоянии близком к аварийному. Здоровьем детей и педагогов было решено не рисковать. Все они, а это почти 400 человек, сейчас перебрались в школу имени Зеленого, где занимаются в две смены. Подвоз начинается фактически с 7 утра, в несколько потоков. Заканчивается подвоз второй смены к 21 часу. Конечно же, это очень осложняет и процесс подготовки к урокам, и процесс проведения воспитательных мероприятий, спортивных секций. Разумеется, сейчас фактически 1400 человек нуждаются в том, чтобы условия для организации образовательного процесса были улучшены. Ситуация находится на контроле областного правительства. Проекты новых школ в Крутых Ключах и Новосемейкино готовы. В микрорайоне рассчитывают построить учреждения на 1360 мест, в поселке на 675. Вложения значительные. Требуется поддержка из федерального бюджета. На заседании Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Самарская делегация предложила включить строительство учреждений в проект «Современная школа нацпроекта образования». Хорошо то, что почти в каждой строчке мы читаем софинансирование. То есть регион сам вкладывает. Есть средства ваши, и вы разумно делаете заход на поддержку федеральных этих средств. Кто за то, чтобы поддержать проект решения и по национальному проекту образования, и по национальному проекту культура с учетом высказанных замечаний. Прошу голосовать. Кто принимается единогласно. Сегодня мы встретили поддержку Совета Федерации по всем осматриваемым вопросам. Наверное, здесь играет роль и субъективный фактор, что Дмитрий Казаров здесь тоже в этих стенах проработал, пользуется большим авторитетом. Поэтому я думаю, что нам тоже здесь это помогало найти очень конструктивное и полезное для Самарской области взаимопонимание. Также были поддержаны проекты строительства двух новых школ в Тольятти. Предполагается, что финансирование будет выделено в рамках празднования в 2020 году 50-летия выпуска первого легкового автомобиля «ВАЗ». Отмечу, в последние три года благодаря поддержке Федерального центра в регионе введены в строй 9 школьных зданий вместимостью 7,5 тысяч мест. Георгий Федоров, Александр Дудко, Новости губернии. Открытый диалог «Инвестклимат» региона обсудили представители правительства Самарской области с губернскими бизнесменами. Главы технопарков и других институтов развития рассказали о дополнительных льготах для предпринимателей и новых мерах поддержки. Например, в ООЗ «Тольятти» планируется появление железнодорожной ветки, а на территории самой экономической зоны – возведение промышленных зданий для резидентов. Они могут брать их в аренду и сразу начинать работать, а в это время строить собственные мощности. Губернатор поставил перед областным правительством задачу быть открытием, слушать те задачи, которые ставит бизнес в данном случае. Каждый из этих проектов имеет конкретный механизм поддержки для предпринимателей, для инвесторов по разной стадии, при разных жизненных и деловых ситуациях. В этой части интенсивность мероприятий, в которых сейчас будем рассказывать подробно о мерах поддержки и спрашивать оценку бизнеса, правильно ли мы делаем, удобно ли все, есть ли какие-то пожелания. Интенсивность этих мероприятий мы будем сейчас увеличивать. В свою очередь руководители компании рассказали о своих планах и поделились трудностями, с которыми сталкиваются в работе. Отличная инициатива представителей органов власти. Мы рады тому, что нас пригласили. Мы успели анонсировать наш стратегический проект строительства третьего агрегата карбамида. В дальнейшем, естественно, рассчитываем на то, что сможем реализовывать не только проекты, связанные с нашим ядром, то есть производством химических удобрений. Разрушали до основания. Не забава ради, а усиление для. В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт участка заводского шоссе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что ждать в будущем и с какими трудностями горожане сталкиваются в настоящем, расскажет Анна Архипова. Пол метра песчаного основания, почти столько же щебеночного геотекстильная прослойка без малого 20 сантиметров асфальта бетона. Проезжую часть на заводском шоссе в Самаре начали капитально ремонтировать еще в прошлом году. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». К вопросу подошли основательно. Вокруг заводского шоссе расположено много промышленных предприятий, на которых большегрузный автомобиль в большом потоке поступает, поэтому принято решение по усилению этой конструкции. Проезжая часть на заводском шоссе уже усилена от 22-го портъезда до проспекта Кирова. Работы продолжаются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа находится в завершающей стадии по ремонту коллектора ливневой канализации. Смонтирована контактная, то есть выполнен ремонт в полном объеме контактной сети на участке от 22-го портъезда до улицы Кабельной. То есть в настоящий момент на данном участке входят уже трамваи, то есть все движения. Стоимость контракта почти 770 миллионов рублей. В общей сложности капитально отремонтируют участок протяженностью без малого 4 километра. В том числе и путепровод на пересечении с проспектом Кирова. В настоящий момент на нем заменили систему изоляции, установили новые световые конструкции, укрепили ограждения. В планах укладка асфальтового покрытия. Завершить работы планируют в сентябре. Качество и сроки сдачи объекта на контроле у общественников. Проверять будут все, вплоть до материалов, которые применяет подрядчик. У нас стоит вопрос какой? О том, чтобы все неудобства, которые сегодня приничтожены жителям Самары, в связи с тем, что этот участок закрыт, как можно быстрее эти вопросы снять. С полным разбором старой конструкции ремонтируют и тротуары. Асфальтовое покрытие снимают, устанавливают новый бордюрный камень. Несмотря на то, что работы ведутся лишь в светлое время суток, движение на заводском шоссе удалось сохранить. Водители к временным неудобствам относятся с пониманием. В рамках капитального ремонта на заводском шоссе появятся также карманы. Для остановки общественного транспорта увеличится и количество парковок. Сдать объект, как говорится, под ключ. Согласно контракта подрядчик должен до 31 октября. Анна Архипова, Сергей Александров, Новости губернии. Сорокалетняя история незаконной свалки в Рождественном подходит к концу. Но ее закрытие порождает новые и новые вопросы. Куда теперь местным жителям выбрасывать мусор и сливать нечистоты? Сегодня в селе с самого утра работала представительная комиссия. Муниципальные власти, главы профильных ведомств и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Какие решения они предложили населению, расскажем далее. Из Рождествена продолжают вывозить мусор, накопленный за десятилетия. Немного цифр. Свалка существует с 1976 года. Ее официальный размер – 5 гектаров, а объем накопленного за годы добра составляет 300 тысяч кубических метров. Вот так территория выглядела неделю назад, до личного вмешательства губернатора Дмитрия Азарова. За неполные три дня рекоператор вывез более 200 кубометров мусора и восстановил забор. Информацию о незаконной свалке обнародовали в соцсетях активисты из местных жителей. Сейчас их же земляки вопрошают, а куда теперь выбрасывать отходы? Еще 10 лет назад в Рождествено собирались строить мусоросортировочную станцию. Весь мусор, который здесь на всей территории, должен собираться, сортироваться, упаковываться и увозиться, как по проекту идет, с помощью нашей переправы. И вот действительно только в этом году, буквально сейчас, в этом месяце, пошли какие-то подвижки. Оказывается, все это время земля находилась в федеральной собственности. Муниципалитет просто не имел права ничего на ней строить, поэтому проект умер, так и не родившись. И только в декабре 2018-го участок удалось передать введение Волжского района. Задача поставлена губернатором, чтобы в 2020 году перегрузка сортировка здесь уже стояла, была смонтирована и работала. Запустили этот проект, его необходимо реанимировать. И мы понимаем, что он здесь нужен и он здесь необходим. По-другому сортировка, переработка, вывоза ТКО с данной территории просто невозможен. А пока ТКО будут складировать вот в такие евроконтейнеры. Их установили 95. А потом водным транспортом переправлять на полигон в Преображенку. Другой вопрос, что делать с крупногабаритным мусором? В данный момент весна, идет обрезка деревьев. Куда это все девать? Стройка вот начинается, строительный мусор, куда тоже? Для этого решено организовать пять огражденных площадок, которые также будет обслуживать рекоператор. Еще закрытие свалки лишило местных жителей возможности сливать туда содержимое своих выгребных ям, куда теперь возить нечистоты. Ответственные лица поясняют, осенью завершится строительство новых очистных в колонии номер 28. Люди парируют, до этого времени случится экологическая катастрофа. За сутки рождественно производят 500 кубометров отходов человеческой жизнедеятельности. Но выход найден – использовать танкер-ассенизатор. Вот сейчас закончу с вами беседу, связываюсь уже с Росморевич флотом. Уверен, что все вопросы бюрократического характера мы снимем. В этом случае сюда будет перебазирован этот танкер. В него будут собираться жидкие бытовые отходы. Когда он будет заполняться, он будет уходить на ту сторону. Там уже проблем нет, там есть центральная канализация, есть другие способы для того, чтобы законным образом жидкие бытовые отходы утилизировать и сливать. Александр Хинштейн уверен, село нужно выводить из состава национального парка «Самарская лука». Особый статус территории серьезно ограничивает права жителей. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии, Волжский район. В областном центре более 120 человек вышли на весеннюю уборку. Порядок намодили в парке имени 60-летия советской власти в рамках месячника по благоустройству. Участие в экологической акции приняли школьники. Подробности у Дарьи Изотовой. Узнать основы экологии не за партой, а на практике. Вооруженные граблями и лопатами разбираются с прошлогодней листвой школьники. Навести порядок предстоит в парке имени 60-летия советской власти. Мы познакомились с новыми ребятами здесь, убрались с классом, навели порядок, потому что летом мы сюда же ходим гулять. В принципе, неплохо провели время. Мне понравилось убираться. Кто это за нас будет делать? Надо помогать же природе. Участников экологической акции обеспечивают всем необходимым пакеты, перчатки, инвентарь. Всего к уборке в парке присоединились более 120 человек. Помимо учащихся школ, это депутаты Кировского района и сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мы выбрали данную территорию, поскольку парк действительно нуждается во внимании. У него очень большая территория. И сегодня, возможно, мы не очень большой успели за эти несколько часов очистить кусочек парка. Но я думаю, что это дало намного больше. Это дало ребятам ощущение причастности и ощущение своей вовлеченности к какому-то большому важному делу. Всего с начала апреля прошли три больших субботника. Это муниципальный, гагаринский и общегородской. В них принимали участие жители города, департаменты, районные администрации, сотрудники предприятий и образовательных учреждений. Но еще есть время присоединиться к месячнику по благоустройству. Он будет длиться до 30 апреля. Дарья Зотова, Сергей Александров, Новости губернии. Как повысить узнаваемость местной продукции и вывести пищевую промышленность в Самарской области на новый уровень? Вопросы, которые сегодня обсудили представители регионального правительства и сельхозпроизводители. О технологиях и подходах к реализации товаров на территории региона Владимир Маркин. Повысить конкурентоспособность и узнаваемость местной продукции – задачи серьезные и уже начавшие реализацию. Региональный Минпромторг предложил использовать специальный знак «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт», которым любой предприниматель может отметить товар собственного изготовления, как пищевого, так и непищевого. За последний месяц одобрены заявления 15 производителей на его приобретение. Он наносится на любой вид продукции, который произведен на территории Самарской области. То есть основной его критерием является исключительно наличие производства на территории Самарской области. Специальные комиссии его смотрят, выезжают, а на производство смотрят фотографии, сертификаты. Чтобы конкурировать на продовольственном рынке, считают эксперты, производителям необходимо пройти путь «Потребитель, ярмарка, торговая сеть», что позволит самим предпринимателям понять, готовы ли они к поставкам больших объемов продукции. Одной из площадок для такой проверки является «Агропарк». Он включает множество услуг и технологических процессов. Один из первых шагов, который мы совместно с Алексеем Николаевичем проработали, с Министерством промышленности и торговли, это создание, на мой взгляд, достаточно приемлемых условий для местных производителей с точки зрения мелких КФК и частных производителей. На сегодняшний день на территории «Агропарка» базируется ярмарка, которая проходила на площади Куйбышева. За последние четыре года в Самарской области число мелких и средних предприятий выросло с 6 до 12%, что позволяет развивать пищевую промышленность за счет экспорта и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Переработка сельскохозяйственного сырья, она предполагает выпуск продукции с очень высокой технологичностью, то есть это пектины, инулины, которые востребованы на рынке. Еще один шаг на пути к выходу местной продукции на внешний и внутренний рынки – система добровольной сертификации. Об этом в своем послании говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Продвижению местной продукции на внутренний и внешний рынки будет способствовать система добровольной сертификации «Самарское качество», созданная в соответствии с поручением данным в прошлом послании. Она создана. Местные производители пищевой продукции уже начали получать сертификаты и разрешение на использование знака соответствия системы. С января следующего года в стране начнет действовать закон по регламентации органической продукции. Производство, транспортировка, хранение сырья по определенным технологиям. Уже сейчас утверждается дорожная карта по созданию брендов отечественной экопродукции. Владимир Маркин, Александр Каракулько. Новости губернии. Бои на ринге и татаме. В Самаре стартовал чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Каждый день, вплоть до субботы, сотни спортсменов будут выяснять, кто сильнейший. Награда не только кубки, но и шанс представить свои страны на международных соревнованиях. Продолжит Кирилл Козин. Ближе, ближе, ближе. Главное руками. Резкие команды тренеров, звон гонга и отзвуки мощных ударов. Атмосфера в спортивном комплексе «Грация» по-настоящему боевая. Протолкнуться негде. Только спортсменов здесь по подсчетам организаторов около полутора тысяч. Приехали со всей России. В Самаре очень хороший город. Организация соревнований классная. Много рингов. Очень подготовленные ребята. Очень большой уровень. Сложно. Люди проходят отбор годами. Стараются выйти в ринг, чтобы завоевать путевку на Европу, на мир. И мы приехали тоже за этим. Соревнования проходят по нескольким разделам. Фулл-контакт с лоу-киком самый жесткий. За ним лайт-контакт. Здесь без нокаутирующих ударов и пинков по бедрам. Пойнт-файтинг – грациозная дисциплина. Победа дается за очки после точных попаданий, а не за грубую силу. Последнее направление – сольные композиции или по-другому музыкальная форма. Спортсмены под аккомпанемент показывают приемы. Чемпионат России среди взрослых, среди молодежи, но и также юношей, которые являются отбором на чемпионат мира и первенство Европы. На чемпионат мира отбираются только первые номера – это взрослые, мужчины и женщины. А среди юниоров и юношей на первенство Европы отбираются первый и второй номер. Соревнования продлятся четыре дня. 27 апреля в субботу состоятся финальные поединки и пройдет церемония награждения призеров и победителей. Кирилл Козин, Александр Каракулько, Новости губернии. Впереди вас ждет полезная информация в рубрике «Деловой акцент». А я с вами прощаюсь. Еще больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру. Всего доброго. Надежные аптеки «Фармленд» теперь и в Самарской области. Аптечная сеть с 20-летним опытом работы привлекает покупателей большим ассортиментом, низкими ценами и постоянными акциями. Цены меня удивили. Мне очень понравилось. Действительно, это ниже, чем в других аптеках. В данной аптеке лекарства дешевле на рублей 70-80. Сразу привлекло внимание, что интерьер такой красивый, шкафы аптечные очень красивые. И современные, и как-то немножечко деревянная отделка, как раньше в старом стиле, самарском. И тут и лекарства, и косметические средства. И потом мне очень нравится диетическое, цена хорошая, привлекающая. Поэтому сюда сейчас народ идет, довольный, не уходит, покупает. Широкий ассортимент, отличное обслуживание, постоянные акции, скидки и, конечно, возможность экономить. Это основные принципы работы аптек «Фармленд». Я уверена, что жители Самары, Самарской области быстро оценят большой ассортимент товаров, высокое качество и низкие цены аптек «Фармленд». Если вам приходилось сравнивать цены, искать лекарства по разным аптекам, то сейчас достаточно зайти в аптеки «Фармленд», купить все в одном месте и по низкой цене. Еще один большой плюс – сервис интернет-заказов www.farmlent.ru, с помощью которого можно забронировать товары по специальным сниженным ценам. А до 31 мая, покупая в аптеках «Фармленд», вы можете получить подарок. За акциями, большим ассортиментом и низкими ценами приходите в аптеки «Фармленд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова